Продолжение следует... Продолжение следует... Я только упомяну, но вы увидите, что это серьезное издание. И таких 38 томов 50 лет было издано в Вене. Значит, ну, о чем разговор? Я очень рада, что Ольга Васильевна о практике говорила, потому что мало созвать соборов, святых отцов, очень образованных и благожелательных там и все. Но как осуществлять эти решения? Для этого нужны средства, люди. И вот об одном из таких центров, где осуществляются самым лучшим образом, как все, что в Австрии происходит, я думаю, решение Второго Ватиканского собора, я и хочу рассказать. Понятно, что сам собор по себе и 50-летие его отмечено было в прошлом году, показали миру, что католическая церковь обладает высочайшей способностью отвечать на вызовы времени. Хотя это, так сказать, старая церковь, иерархическая, как считают, ну, некоторые ее критики. Ну, так или иначе, словом, она, я бы сказала, лидирует все-таки в современном мире. И это к облаву того человечества. И я хочу рассказать о том, что еще во время работы собора, в 64-м году, в ноябре, был создан уже такой центр в Вене, а Австрия это не последний из католических стран, был создан центр под названием Проориенте. Ну, публика, независимо от того, знает или нет, 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 или нет. Помнит они латынь, школы, что это для Востока. Ну, я это подчеркиваю, потому что в конце другая формулировка предлагается одним из участников этого процесса. Так вот, был создан такой центр исследовательский при епархии Венской, и в уставе его сказано, что этот фонд, ну или там центр, является учреждением Венской епархии и видит свою задачу, цитата, в том, чтобы изучать и поддерживать экуменические отношения между римско-католической церковью и православными, дохалкидонскими и доэфесскими церквями, углублять знания христиан об экуменическом мировоззрении и поддерживать экуменическую деятельность. Почему проориенты? В этом центре занимаются восточными церквями, во-первых, самыми древними христианскими церквями, которые еще были созданы апостолами, как вы помните. Вот. И, ну, у них были расхождения потом там на протяжении исторического времени, но все-таки они представляют очень большой интерес до сих пор. И тут как раз упоминалось в одном выступлении, что очень важно, чтобы они там остались, потому что от них пошло христианство на восток дальше. В Индию и даже до самого Китая были созданы общины католические. Но они все находятся в противоречии друг с другом, там по разным поводам. И вот центр проориенты, ставший сразу мозговым таким ударным центром экуменического движения, занялся исследованием прежде всего восточно-древних христианских церквей и православных, в том числе и русских православных церквей. Но об этом скажу два слова. Так вот, Австрия была выбрана и Вена, как ее столица, не случайно для этого центра. Потому что Австрия, хотя католическая страна и империя была, и в австро-венгерские времена, а император назывался апостолическим, его апостолическое величество. Так что это сугубо, это одна из любимейших стран римских. Но при всем этом они обладали всей центральной Европой, Гамсбургой, а там и православные, ну и иудеи, конечно, как везде. И с начала 20 века, когда Босния и Герцоговину оккупировала Вена, и мусульманство. И представьте себе, что в австро-венгерских, ну, последним законам, все эти равноправны. Католическая церковь была традиционно государственной. И союз алтаря и трона, это был девиз всей австрийской жизни. Однако католическая церковь признала равноправие. В конце 18 века были... Толерантность была провозглашена императором Иосифов II в отношении других конфессий христианских, протестантства и православия. И даже еще через год, в 1992 году Сенсуумин был признан иударизм как равноправная религия. А в начале 20 века, как я уже сказала, в 8 году после Герцоговины и мусульманство тоже. Так как вы понимаете, на каком историческом фундаменте построена эта схема. Поэтому все это очень важно учесть и не напрасно. Кроме того, избран был и руководитель, первый председатель правления этого центра стал кардинал Франц Кёнинг. В ту пору уже примас католической церкви в Австрии. Он еще в 61 году, то есть когда шла подготовка к собору, он уже объявлен, был совсем... И экуменическим сразу назвался. Он посетил вселенского патриарха православного Афиногена в Константинополе, ныне Стамбуле. И с ним имел беседу. То есть это был человек, открытый экуменизму и другим церквям. Богослов известный. Ну и вообще прекрасный человек. Потом это линский человек, это уж само по себе говорит. Кстати, когда начались вот эти работы, когда соборцы... Он в соборном документе принимал в разработку очень серьезное участие. унитатис реди интеграцио. Это о единстве, о чаемом единстве церкви. Словом, вот такая фигура, которая собрала вокруг себя замечательных тоже людей, светских и священнослужителей, и они начали эту работу. И уже в 65-м году, сразу после окончания собора, произошли первые... Да, какие средства они... Значит, провозгласил этот интегратор, этот, простите, проориенты. Значит, они такое, средствами достижения поставленной цели организаторы фонда сочли прежде всего межцерковные контакты, ну, в которых я уже упомянула кое-что, про просветительную работу, то есть, доподлинное изучение и богословие других церквей. Этим они всегда занимались, довольно часто в Вене, но тут уже совсем... Итак, например, они пришли к выводу, что называть еретиками, ну, как помните, называли друг друга разделенные церкви, верующих разделенных церквей, древних христиан никак нельзя, потому что это все, это выражение вышло из неправильного освещения кое-каких документов католитов, то есть, простите, церковных. И поэтому они провозгласили, сразу объявили, что друг друга они не будут еретиками, и кроме того, они провозгласили лозунг исправления исторических ошибок, которые мешают единству, и стали этим заниматься весьма успешно. Ну вот, так что, кроме того, они, конечно, имели этот прориент, имеют связь с секретариатом по делам единства христианского, тогда же уже заключили, тогда кардинал Вилибранц был поставлен во главе, на соборе было решено. И тоже они, конечно, работают совершенно... И поставили своей задачей не только церковное единство, что первым для них является, но через него единство всего человечества. Европы, во-первых, где пребладает христианство, и остальных частей мира. Поэтому их задача выходит далеко за... И они ее успешно осуществляют. И так и нужно понимать все это движение к церковному единству, как дань объединяющемуся человечеству. И хорошо бы это объединение провести без кровопролитий, на чем они, конечно, настаиваются. Но побочным, кстати, побочным занятием этого центра был тоже провозглашенный Кёнигом, а он был поставлен во время собора во главе секретариата по делам неверующих. Так что с неверующими тоже надо работать. Тем более, что через слово их растет, секуляризм. Это такая штука. А, во-первых, объединяться, чтобы веру укрепить. И не против секулярных, через амбразуру на них смотреть. Нет. Чтобы тоже с ними быть в хороших отношениях, их понимать и, ну, может быть, даже и просветить христианские направления. Но это уже мыльтая задача. Вот. И вот побочным, кстати, это, наверное, много таких было работ. Но что касается Москвы, был учрежден такой там же диалог христиан и марксистов под рукой кардинала Кёнига. И там марксистов представляли советские, значит, ученые. А христиан, ну, кто хочет, ну, по примеру, что католики, ну, из многих европейских стран. Но лучше бы наоборот интереснее было. Что? Лучше бы наоборот интереснее было. Брусские католики советские. Да, да. Ну, по кругу, все смешалось. Теперь никакая. Вот. Как раз сейчас это хорошо. Католики у нас есть. Кстати, Юдин был приглашен, я поняла, она что-то ему не видит. Ну, ладно, не важно. Так вот, это христиан и марксистов, в этом участвовал ЦК партии, представьте себе, ЦК КПСС, и возглавлял всегда советских, на этих встречах, такой, нет его, к сожалению, не знаю, замечательный человек, и ученый Николай Александрович Ковальский, и его школа, его сектор в институте рабочем движении, и другие люди, примыкавшие. А Ватикан по поручению Кёнига представлял такой профессор, ну, он священный, профессор Венского университета, моральтеологии, значит, вот, он, Рудольф Файлер, кстати, прилад святой апостольской римской патологической церкви, вот, и наш большой друг, и большой знаток, и друг России. Ну, я вижу, конечно, не очень здоровый человек, и не очень молодец. Так, ну, хорошо. Так вот, значит, таковы задачи исходные... Это, это вам... И кардинал Кёниг устраивал еженедельно в своем дворце кардинальском экуменические чаепития, и туда приглашал всех священников, какие только были деньги, могли приехать и других городов. И там в неофициальной обстановке кое-что обсуждали, так вот, без протокола. Так вот, неофициальность этих обсуждений, даже когда конференции и так далее, считается большим достоинством проориенты. Каждый человек выступает не как посланник церкви, католик, протестант или православный, а сам по себе священник или светское лицо. И это располагает в большой свободе обсуждения. Тогда легче прийти к соглашению. И вот уже в 65-го года по 70-й произошло 15 симпозиумов. Вы представляете, 3 симпозиума каждый год. И вот издается этим проориенты, ну, правда, на немецком, кое-что на английском. Первый том – «Экуменическая надежда». И это вот проориенты, католическое издательство, 60-й, 80-й год. Материалы симпозиумов. И вы можете видеть, что это работает. И вот за 50 лет, которые прошли, издано 38 таких томов. А один том, например, называется «Лаборатория единства». Так охарактеризовала проориенты один из выступавших католиков. Ну, что сказать. Бесчисленные эти симпозиумы, где встречаются самые видные специалисты, и богословы, и священники. И они соединяют это. Очень много. Очень много поездок друг к другу. И в частности, ну, у меня уже нет времени, с русской православной церковью очень много. Например, в 68-м уже году, в марте, круглый стол. Обновление отношений между католической и православной церковью после Второго Ватиканского собора. Там происходило. Или, например, христианская экклезиология и экуменизм. Тут был Виталий Боровой от нашей церкви такой. Небольшой богослов, серьезный. Кстати, он в Варшавске когда-то в Академии учился. Но православный факультет там был. Он рассказывал. Изумительно, такой яркий человек. Он выступал. Экклезиологические вопросы и историческая реальность в экуменизме. Это все опубликовано. Понимаете? И распространяется повсюду. И таким образом не то, что вы так поговорили. Кстати, к чести Евроинститута Европы, тоже все, что тут говорится, потом публикуется. И вот быстро. И тоже распространяется. И, как мы надеемся, имеет вес, имеет значение. Ну вот, так что сказать? Вот специально России был посвящен тысячелетии крещения Руси. Кстати, этот Рудольф Байлер приезжал. И, кстати, большая делегация была от Ватикана, в которую Кёнинг входил еще, когда он был жив и здоров. И специально то вышло тысячелетие крестьянства на Руси. То есть они совершенно в уважении. И даже Кирилл и Мефодий этих объявил Иоанн, вы знаете, Иоанн Павел II, объявил их покровителем наряду с Бенедиктом, покровителями, святым покровителем Европы. Это тоже был жест в сторону восточного христианства. Ну и, ну вы сами понимаете, что очень много замечательного можно рассказать, но времени нет. Но только я хочу один только, одну только вещь сказать, что был специально создан еще до всякой гражданской войны, до всех этих кошмаров сирийских, был создан специально, там много комитетов в этом проориенте, сирийской церковности, сирийского христианства. И было очень много делегаций туда, и приглашали людей в Вену, и разработали через Вену. Вот то, что я одно упомянула, что это недоразумение кое-какие там были, все это было исправлено по древним текстам, сличили. Но, кроме того, значение в христианских церквях, в этих местах, было подчеркнуто специально. И то, что тут говорилось, я вам упоминала, это очень важно. Спасибо большое. Да, я цитаты закончу. Кардинала Каспера, вот такой был, помните, во главе, единство, за единство, что экуменическое движение, есть ответ христиан на знаки времени. И в этой ситуации, он пишет, нет к экуменизму никакой реалистической альтернативы. Мы должны идти по этому пути, поступая с некоторыми своими эмоциями, разумно все обсуждать, и тогда перейдем к единству человечества. Спасибо большое. Мы как раз сейчас будем переходить к кризисологической реальности. Спасибо. Спасибо. Спасибо.